Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в Бесконечное Лето. Это история за Мику и всё, что с ней связано. А, вероятно, будет очень что-то... Нервотрепещущее. Посмотрим. Итак, мы уже окончательно поняли или догадались, что попали в сюжет, что нас не обманывают, и что же нам делать. Я вздохнул и резким движением встал. Пойдём, поедим хотя бы. Думаю, при любых раскладах тут кормят. Маша еле заметно улыбнулась и направилась за мной. Ну хотя бы тут кормят. Столовая была битком. Ещё на линейке я обратил внимание, что здесь куда больше людей, чем было вчера. Неужели приехали дети в заброшенный лагерь? Нет, тут что-то явно не чисто. Однако еду выдавали, мы с Машей взяли по подносу и сели подальше от остальных. А то мало ли от них что можно ожидать. Ещё бродят свои пионеры. Я сосредоточенно ел, стараясь не вынимать головы из тарелки и не смотреть на окружающих. Однако это меня спасло не сильно. Через пару минут к нашему стольку кто-то подошёл. Я с трудом поднял глаза и увидел Лену. Можно? Тихо спросила она. Да, пожалуйста. Пока я думал, что ответить, Маша отодвинула стул рядом с собой и жестом пригласила Лену сесть. Ты утром сама не своя была. Встревоженно начала она. Ну, не с той ноги встала. А с ног ли вообще ты встала? Может, у тебя щупальца? Маша нервно засмеялась. Лена посмотрела на меня и тут же отвела взгляд. Как отдых проходит? Начал я издалека. Хорошо. Ясно. Я совершенно не знал, о чём с ней говорить. Да и выглядела Лена как-то странно. Обычно такая весёлая и боевая. Сейчас она казалась чересчур застенчивой. А вы ничего про Славию не слышали? А что такое? Ну, её со вчерашнего дня никто не видел. Сначала вы пропали, но вы нашлись. А вот Славя... Она делала длинные паузы после каждого предложения. Я никак не мог понять. Это настолько превосходная актёрская игра или нашу Лену действительно подменили? Нет. Не видели? Ну, я надеюсь, найдётся. Да, и мы найдёмся. Славя, Саша могла бы в трёх соснах заблудиться. Ничего удивительного. Я уже заканчивал доедать резиновую овсенку, как вдруг в столовую, размахивая руками, вбежала Ольга Дмитриевна. Она ошалела, оглядывалась по сторонам и, наконец, посмотрев на меня, быстрыми шагами направилась к нашему столику. Ах, вот вы где. Пойдём-ка поговорим. Она тихо шипела прямо мне в лицо. Казалось, что возражать не стоит. Я встал, кивнул Маше, и мы направились за Ольгой Дмитриевной. На улице она резко обернулась и сказала. «И где же вы были прошлой ночью?» «Какая разница?» Я пожал плечами. «Такая! Вы знаете, что пропала Славя?» «Слышали только что от Лены?» «Так вот, я отправилась её искать и...» «Нашла!» «Похоже, она пыталась держать слёзы». «Так это замечательно же!» «Пойдёмте, я вам покажу!» Тихо сказала она и направилась в сторону леса. «О-о-о! У меня мурашки уже по спине побежали!» Я посмотрел на Машу. «Может, не надо?» «Да что такого там?» Хотя внутренний голос был согласен с ней. «Ну ладно, я боюсь!» «Ничего!» Я попытался улыбнуться, но без зеркала было понятно, что улыбка была настолько наигранной, что мне самому стало тошно. Вскоре мы вышли на небольшую полянку. Там. Ольга Дмитриевна показала в сторону дерева. «Уау!» Я сделал несколько шагов и увидел оторванную человеческую руку! Даже не оторванную, а отгрызенную. Маша выглянула у меня из-за плеча и тут же в возрасте закричала. «Не смотри!» Она разрыдалась и бросилась в объятия Ольги Дмитриевны. Я сделал над собой усилие, чтобы до конца убедиться, что это действительно Славя, заглянул за дерево. Там лежали куски тела, рука, нога разорванная в нескольких местах, а шмоток мяса с груди, голова, со слипшимися от крови волосами и остекленевшими глубоко запавшими глазами. В горло подступила тошнота, я инстинктивно отвернулся. «Кто это сделал?» «Мне откуда знать?» Сказала Ольга Дмитриевна, удивлённо спокойным голосом. «Во всём лагере алиби нет только у вас!» Маша продолжала плакать, теперь уже у меня на плече. «Вы что, серьёзно думаете, что мы способны на такое?» Я с ненавистью уставился на неё. «Сейчас было уже не столь важно, что здесь творится, глупые шутки или что-то похлеще убили человека. Человека, которого мы знали. Славе, Сашу, неважно. Ну нет, замялась она. Но кто-то же это сделал. Я бы сказал, что это дикие животные какие-то, возможно, волки. Тут отродясь волков не водилось. То есть вы думаете, что это мог сделать человек? Ну а больше некому. Нет, это полный бред, не может такого быть. Я крепче обнял Машу. Её рыдания стали тише. В общем, надо звонить в милицию. Конечно надо, пойдёмте. От трассы центра до лагеря путь не близкий. Милиция приедет нескоро. Смеркалась. Я сидел на площади и смотрел на заходящее солнце. Маша спала в домике Ольги Дмитриевны. Для неё это был куда больше шок, чем для нас. По многим причинам. Главным сейчас мне представилось два вопроса. Первый. Что здесь происходит? Во-вторых, кто убил Славю? Или Сашу? В общем, кто убийца? Первый можно было на время отложить. А что делать со вторым? Было совершенно непонятно. В конце концов, самым разумным объяснением казалось то, что её растерзали дикие звери. Водятся здесь волки, не водятся. Может, это вообще был медведь или барсук. Но не человек уж точно. Без дополнительных приспособлений ни у кого не хватит сил на такое. А характер ран явно указывал на то, что рвали несчастную голыми руками или лапами. Хотя, конечно, человек в состоянии безумия обретает чуть ли не сверхсилу. Но кто из здесь собравшихся способен на такое? Роутер? Лена? Может быть, сама Ольга Дмитриевна? Да нет, глупости всё это. Правда, и в столовой на площади было ещё много детей. А вы говорите, нет диких зверей. Дети. Но я же не собираюсь допрашивать каждого из них. Это дело милиции. Парень, сюда милиция не приезжает. Тогда чего бояться? Может быть, я боюсь не за себя? За Машу? Точно, надо посмотреть, как она там. Я уже собирался встать, как вдруг почувствовал чьё-то присутствие. Я обернулся и увидел Лену. Ой, я не хотела тебя напугать. Ничего. Можно я присяду? Да, садись, пожалуйста. Она аккуратным движением разгладила юбку, села и устаивалась на заходящее солнце. Как всё это грустно. Да, веселого мало. Как думаешь, кто это мог сделать? Откуда же мне знать? Точно не я. Нет, нет, я тебя ни в коем случае не подозреваю. Она смешно замахала руками. И на том спасибо. Грустно ухмыльнулся я. Но это сделал очень жестокий, очень злой человек. Ну, не обязательно. Лена непонимающе посмотрела на меня. Может быть, разовое помутнение? Маньяки в обычной жизни милейшие люди. То есть, ты хочешь сказать... Её глаза округлились, а челюсть слегка отвисла. Что это мог сделать любой из нас? Ну, я и не утверждаю, конечно, но круг подозреваемых достаточно широк. Нет, не мог это сделать никто из ребят. Не мог. В любом случае, в этом разбираться милицией. Мы ещё некоторое время сидели молча. Я уже собирался уходить, как вдруг Лена шёпотом сказала. А ты бы мог? Что? На её лице появилась неестественная улыбка. Такая? Ухмылка дьявола, подумалось мне. Ты мог бы убить Славю? Нет, конечно. Но вы же и с ней не очень ладили. Почему это? Нормально у нас отношения были? Вдруг я понял, что Леня, скорее всего, имеет в виду не меня. Точнее, не того меня, что был вчера. И не ту Славю, которая Саша. Я был уверен, что всё именно так. Нет, я этого не делал. Хорошо, хорошо. Я же тебя не обвиняю. Зачем так заводиться? Она посмотрела на меня, и мне на секунду показалось, что её глаза красного цвета. Может быть, просто отблёзд заката? Я рад, что ты всё правильно понимаешь. Но ты же сам говорил, что стоит подозревать всех. Я не говорил, что надо подозревать. Я имел в виду, что мы не знаем, кто преступник, пока не знаем. Понятно. Надеюсь, я не стану следующей жертвой. Лена сказала это громко и рассмеялась. Так что у меня мурашки побежали по коже. Ладно, мне пора. Она встала и быстро покинула площадь. Я решил не задерживаться и пошёл к доме к Ольге Дмитриевне. Уже совсем стемнело. Маша всё ещё спала, я решил её не будить и тихо пристроился рядом. У, Маша! У, е! Нашего режиссёра или вожатой, как местным удобно её называть, до сих пор не было. Если она сейчас войдёт, возникнет неприятная ситуация. Ну, может возникнуть, по крайней мере. О чём я вам говорю? Впрочем, кому какое дело? Тут человека убили. Не до таких пустяков сейчас. К тому же, ещё надо разобраться, что здесь происходит. Почему всё притворяются пионерами? Мне казалось, что пока не выяснится, кто же настоящий преступник, весь этот нелепый карнавал не прекратится. Вопрос только в том, где здесь причина, а где следствие. Все придуриваются, потому что убили Славю. Всё же мне не хотелось верить, что жертвой стала Саша, поэтому про себя я назвал её именем Славей и любили Славю, потому что все придуриваются. Чёрт, я совсем запутался, и такие рассуждения меня ни к чему не приведут. Еле слышно скрипнула дверь. Я насторожился, приподнялся на локтях и посмотрел в темноту. Несколько мучительных секунд ожидания, но никто так и не вошёл. Пожалуй, не стоит просто лежать и ждать. Сейчас это может быть ветер или ещё что, но ночью, когда всё заснут, я встал, нащупал в потёмках штаны и осмотрелся. Вряд ли здесь можно было найти что-то подходящее для самообороны. Однако попробовать всё же стоило. Перевернув домик вверх дном, я наткнулся на ящик в шкафу, запертый на ключ. Ага, да, мы до сих пор не знаем, что в нём. Конечно, хотелось бы найти там пистолет или, по крайней мере, внушительных размеров монтировку, однако было понятно, что рассчитывать на это не стоит. Но для чего его всё-таки заперли? Я отодвинул шкаф, прикинул, где конкретно находится задняя стенка ящика и сильно, но в то же время аккуратно, чтобы не будить Машу, ударил туда ногой. Это была моя нога. Фанера треснула, из ящика на пол посыпались какие-то предметы. Нижнее бельё, ещё нижнее бельё, спички. Пожалуй, вот они пригодятся. Я сунул коробок в карман и в ту же секунду за дверью послышались непонятные звуки, как будто скребётся какой-то зверёк. Конечно, если за ней настоящий преступник, то шансов у меня мало. Но ведь нельзя исключать вариант, что это всем виноват какой-нибудь местный пионер, который пришёл покормиться к нашему крыльцу. Может, крыша поехала? Может, от природы с головой не дружит? В конце концов, у меня должно хватить сил справиться с любым из местных обитателей, даже если он с ножом. От мысли об оружии у меня по коже побежали мурашки. Нет, не стоит быть настолько самоуверенным. Если я кого-то встречу и у него будет, допустим, нож, то закрыть дверь, забаррикадироваться и ждать помощи. Наверное, уж огнестрельное оружие здесь достать негде. Хотя... Дверь скрипнула ещё раз и слегка приоткрылась. Я на секунду зажмурился и что из силы рванула её на себя. Там была Ольга Дмитриевна? А, нет. Послышался приглушённый вскрик, на пороге растянулась Алиса. А, это ты! Облегчённо вздохнул я. Нельзя так людей пугать, можно же и за ейкой остаться. Она встала, медленно отряхнулась и виновато посмотрела на меня. Прости. Да ладно, ничего, просто опасно одной ночью ходить по лагерю. Тут же такое творится. Ладно, ходить, но... Тусоваться возле двери домика Ольги Дмитриевны? Я осёкся. Всё же творится, это процесс. Как будто что-то должно произойти. То есть случилось... Я поэтому и пришла. Алиса смотрела себе под ноги и еле заметно дрожала. Уже поздно, а Ульянка так и не вернулась. Она подняла на меня глаза, в них стоялись слёзы. Уйди ко мне, я тебя утешу. Куда она могла пойти? Спросил я больше для того, чтобы разрядить обстановку. Ведь было прекрасно понятно, что ночью тут делать совершенно нечего. Если есть электричество, все смотрят кино на ноутах, если нет, читают книжки при свечах. Уж про гуляние при Луне точно речь не идёт. Не знаю. Ладно, давай рассуждать спокойно. Я подошёл к столу и взял часы. Полночь. Да, в такое время все должны сидеть по домам. Тут у меня мелькнула страшная мысль. А где же Ольга Дмитриевна? Пойдём поговорим снаружи, не хочу будить ма Мику. Когда мы вышли, я сёл на ступеньки и задумался. Алиса стояла рядом, страдальчески взломив руки, смотрела на полную луну. Надо звонить в милицию. А вы ещё не позвалили? Мы уже звонили. Но тогда же только Славя, а сейчас уже и Ульяна, и Ольга Дмитриевна. Ты её видела? Нет. А что, и она тоже? Алиса расплакалась. Пока мы ничего не знаем, но... Но тем не менее, что-то тут происходит. Даже если они все и притворяются пионерами, то что-то действительно случилось с этим миром, на данный момент у меня есть все шансы покинуть его, не дождавшись разгадки. То есть быть... Так что стоит сфокусироваться на выживании. О, survival! О, survival! О, survival! Выживание. Это слово резкой болью отдалось в затылке. В выживании. Ещё вчера я и не думал ни о чём подобном. Вокруг нас царила спокойная летняя ночь, ни дуновение ветерка, ни шелеста травы, ни танца слепых лесных листьев. Ничего. Лишь отблеск луны в окнах домика, редкие облака на небе, да непроглядная тьма, долго вглядываясь в которую, можно увидеть бездну. И кузнечики. Эти проклятые твари, устраивающие дискотеку в две смены. Как будто у них дежурство. Дневные отработали, в бой пошли отоспавшиеся ночные. Потом закончили ночные, и... Надо будет поискать дихлофос, хотя бы пару девиз уничтожив. А вот все жизненное пространство около моего домика. Отстаю. Начинается всё с дихлофос, а заканчивается с оторванными сиськами под деревьями. Конечно, всех их не перебить. Да что там, наверняка этих тварей больше, чем людей. Слышишь? Алиса села рядом и прижалась ко мне. Все ее тело дрожало. Что? Я прислушался. Кажется, кто-то медленно шел по дорожке в нашу сторону. Разглядеть не удалось, но шаги становились все отчетливее. Ладно, не бойся, на двоих он нападать наверняка не станет. Хотя я и был в этом совершенно не уверен. Руки сами стали рыскать в поисках чего-нибудь пригодного для самообороны. Спички! Есть спички! Эй! Извини. За что-то схватил ее. Вскоре под скамейкой я нашел обломок водопроводной трубы. Не бог видеть что, конечно, слишком толстая, неудобная. Она все же лучше, чем голыми руками. Да от одного вида такой бандура кто угодно испугается. Хотя скорее эта труба насмешит кого угодно. Делать все равно нечего. Сидеть и ждать здесь куда хуже, чем двинуться навстречу врагу. Нельзя сказать, что меня разрывало от смелости, а отваги наоборот. Меня боял сильный страх. Просто казалось, что выбора нет. Я глубоко вздохнул и медленно направился в темноту. Вскоре силуэт незнакомца стал четче. Небольшого роста, странная прическа, юбка. Так это же Лена! Я опустил трубу. Ты что тут так поздно делаешь? Я, я... Лицо Лены было все заплакано. Пойдем. Я отвел ее к Алисе. Оу, еее! Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Когда Лена немного пришла в себя, она все же смогла рассказать, что произошло. Я сидела одна. И уже поздно было ей... И Мику все нет. И я... А тут же еще такое со славей. И я... Я никак не мог сопоставить. Это то бац Лены, сидящей передо мной рыдающей девочкой, и тот, что я видел несколько часов назад на площади дьявольский оскал и адский огонь в глазах. Может, мне просто показалось? А может и нет. А ты случайно не знаешь, где Ульяна и Ольга Дмитриевна? Она подняла на меня удивленные глаза. Нет, а что? Они тоже пропали? Но мы этого пока не знаем. Семен, я не сразу понял, что обращаются ко мне. Да? Тебе не кажется, что в лагере слишком тихо? Так ночь же, все спят. Я прислушался. Действительно, кроме проклятых кузнечиков никаких звуков. То есть вообще никаких. А как здесь обычно? Тихо. Шептом сказала Лена. Тихо, но не так. Я не хотел, чтобы девочки поддались панике. Хотя меня самого уже начинало трясти. Да и было отчего. Люди исчезают сами по себе. Ужасные убийства. Знакомые, до конца притворяющиеся пионерами. Я был готов сорваться. Ладно, давайте мыслить рационально. Девочки, не понимающие, посмотрели на меня. О, мы такого слова не знаем. Люди же просто так не исчезают. Значит, нет, ничего это не значит. Вдруг за домиком послышался шорох кустов. Я даже не успел схватиться за трубу, как из темноты вынырнул ротор. Ах, вот вы где. Ну как сигнал. Казалось, его все происходящее особо не волнует. Господи, не надо так пугать. Девочек инфаркт хватит. Хотя еще не ясно, кто испугался больше. Я или они. Извините, да... Чего пришел? Вы не видели Шурика? Нет. Похоже, за пару часов пропала половина лагеря. Да и слишком тихо как-то тут. Мы уже заметили. Нигде не горит свет. Тишина. Ладно, не надо атмосферу нагонять. Без тебя тошно. А что, я ничего. Он загадочно улыбнулся, отчего мне стало не по себе. Ладно, я обойду лагерь, а вы оставайтесь здесь. Один? Да, пожалуй, не лучшая идея. Надо сначала думать, а потом говорить. Ну, я пойду с тобой. Ладно, тогда вы оставайтесь тут и не забывайте, что в домике Мику спит. Так точно. Вот болван, в другой ситуации я бы ему улыбочку подправил бы своей трубочкой. Спустя примерно полчаса поисков мы вышли на площадь. Все домики были пусты. Похоже, в лагере нас осталось пятеро. Я с трудом волочил за собой обломок трубы. Вначале он казался таким легким, но поносив его некоторое время, я понял, что и от мешка пуха можно устать. Да где же они все? Алиса казалась более-менее спокойной. Уже с первых минут, когда мы приходили один пустой домик за другим, похоже, отпустил. Хотя бы можем быть уверенными, что с ними не случилось то же самое, что со Славией. Почему? Ну, сама посуди. А тела? Сказал я шепотом, боясь испугать ее. И где же они все тогда? Исчезли? Не очень правдоподобное объяснение. Хотя за последние сутки со мной вообще ничего правдоподобного не происходило. Не могли же они его так просто взять и... Сейчас от нас ничего не зависит. В любом случае, утро вечера мудренее. Я постарался улыбнуться. Пойдем к остальным. Пойдем. Неуверенно согласилась Алиса. Не успели мы сделать и пары шагов, как где-то за спиной послышался шорок кустов. Я резко обернулся и посмотрел в ту сторону. Алиса больно вцепилась в мою руку, а я крепче сжал трубу. Кто там? Не знаю. Я прищурился, но в темноте ничего не смог разобрать. Эй! Что делать дальше, я попросту не знал. Шорок вдруг прекратился, и все ночные звуки свелись к привычной возне кузнечиков. Может, дикое животное какое? Неуверенно сказал я. Дикое животное? Она крепче сжала мою руку. Но тут ведь нет никаких животных. Ну, белка, например, я не знаю. Белка? Белка, да. Может быть. Пойдем? Да. Через минуту мы подошли к домику Ольги Дмитриевны. Роутер и Лена сидели молча, и лишь завидев нас, немного вздрогнули. Ну как? Никого. Как это? Никого. Все исчезли. Сквозь слезы сказала Алиса. Девочки бросились в объятия друг друга, а я сел рядом с роутером, и наконец-то бросил ненавистную трубу на землю. Вот так просто? Вот так просто. Но как? Не знаю, может, их инопланетяне похитили. Дано глупости. А какие у тебя есть теории? Может, это тот же самый маньяк? Лихо для одного человека не находишь? Пожалуй, ты прав, но... А кто? Кто тогда? Может, они нас так разыграть решили? И со слави? Это тоже такой розыгрыш? Нет, ее определенно кто-то убил. Кто? Он пристально посмотрел на меня. Не знаю, может, ты? Я начал заводиться. Может, ты? Пройдите-ка. Уж точно не я. И чем докажешь? С какой стати я должен перед тобой оправдываться? Только у тебя нет алиби. А у тебя, значит, есть. Я был у себя в домике. Шурик подтвердит. Да, только вот Шурик временно недоступен. Роута скрипнул зубами и отвернулся. В любом случае, у меня-то алиби есть. Я-то, что перед тобой отправдываюсь, я полностью в себе уверен. Хорошо быть уверенным в себе. Я тоже в себе уверен. Да и Мику может подтвердить, я все время был с ней. Плохой свидетель. Не хуже твоего. Не знаю, сколько бы еще мы могли так спорить, если бы в разгар на не вмешалась Лена. Мальчики, хватит. Ладно, извини. Да. В конце концов, сейчас действительно нет времени для подобного. В общем, нам стоит держаться вместе. Это поможет нам не исчезнуть? Робка спросила Алиса. Не знаю, как насчет не исчезнуть, но останутся в живых должно помочь. Я посмотрел на часы уже почти четыре. Скоро рассвет. Ладно, отряд, пора спать, а то совсем без сил останемся. Но никаких «но». Никто не стал больше возражать, и мы все тихо зашли в домик. А что такое? Похоже, мы разбудили Машу. Ничего, спи. Но она уже села на кровать и непонимающе смотрела на собравшихся. Понимаешь, тут... Они все исчезли, пропали. Их больше нет. Лена в слезах бросилась на шею Маши. Что? Что случилось? Можешь внятно объяснить? В общем... Я хрустнул шеей, машинально потянулся в карман за сигаретами, но не нашел их. А зачарованно вздохнул и сказал. Похоже, нас в этом лагере осталось пятеро. То есть все присутствующие в этой комнате. Спасибо, капитан. Будешь первым дежурить. Что? Ничего. Или ты думаешь, безопасно всем сразу спать? Ну нет, но... Вот и все. Я протянул ему трубу и медленно подошел к кровати, на которой Лена все еще рыдала в объятиях Маши. Если вы не возражаете, я пристроюсь. Я одним движением скинул ботинки, перелез через девочек и отвернулся к стене. Ну как же... Никак. Спать. Я был настолько незнеможен и физически, и в первую очередь морально, как всегда, что был не способен на какие-либо действия, мысли, был не в состоянии общаться с кем-либо. Очень хотел спать. Очень. Шепот Маши, всхлипы Лены, голос Алисы все слилось в тихую колыбельную, и я провалился в сон. На этом все, друзья. Я закончу этот интригующий эпизод, когда все исчезли, и Славя, Саша, была убита. Думаю, продолжение вы увидите в следующей серии. Ставьте лайк. Пока, и увидимся в следующем видео. Пока!